у нас неожиданно не совсем типичное кино это прям кино про продать но продать не в том смысле чтобы избавиться от чего-то ненужного а продать в плане помочь человеку в котором я уверен который уверен собственно во мне в моем скажем так авторитете в плане обзора на мотоциклы и прочее и в общем-то решил человек мотоцикл продать вот и перед вами соответственно ктм супер дюк r-версия 17 года что у него примечательного так это то что у мотоцикла один владелец и пробег у мотоцикла 7000 в общем-то особо ничего интересного я по этому мотоциклу не расскажу потому как я его не обслуживал я на нем особо никогда не ездил это вот первое проезд на этом мотоцикле произошел у меня сейчас но и тема собственно данного кино не в том чтобы снять какой-то полноценный обзор на мотоцикл а снять видео обзорная что называется для продажи чтобы человек который посмотрит объявление имел понимание что он покупает в каком состоянии он покупает ну и как-то чтобы сделка состоялась как можно прозрачнее быстрее и взаимовыгодная для обоих сторон я выступаю здесь третьей стороной виде просто говорящей головы который умеет ну как-то более-менее связано болтать на камеру ну вот собственно что у нас у мотоцикла у этого есть как я уже сказал 17 год один владелец и пробег в 7000 из какого-то дополнительного оборудования которое здесь установлено это св-матеч дуги св-матеч слайдеры все это в то время ставилось естественно оригинальные мотоцикл естественно официальный покупал свой официалов на тот момент также ветровое стекло поиговская стоит а больше так такового из навесных ништяков ничего нету но что у него есть у него естественно полный активированный quickshifter и у него режим трек активирован вот то есть вам не нужно будет заморачиваться по полной раздушке этого мотоцикла заморачиваться по подключению quickshifter и так далее ну собственно полный пакет скажем так для стокового мотоцикла который использовался в гражданском виде что называется вот собственно если с этой мы страны зайдем то ровно такая же история то есть ну мотоцикл как мотоцикл то есть этот мотоцикл никакого там не музейного состояния не состояние что называется из под деда и прочее нет это просто мотоцикл который действительно эксплуатировался по мере надобности свое удовольствие и не более того то что на нем активировано режим трек но мотоцикл семнадцатого года одного владельца и когда-то владелец был молодой полной силы ему было интересно даже выехать на этом мотоцикле на трек по сути этом режимом пользовались раз год по расписанию но тем не менее он есть но это не является плашкой того что мотоцикл отжатый во все дыхательные пихательные и далее вот то есть мотоцикл никто специально не намывал не натирал то есть вот у нас есть что называется рабочая грязь на поверхности и она есть рабочая грязь на поверхность то есть ничего сверх естественного здесь нету из каких-то косяков по данному мотоциклу но косяки исключительно внешнего визуального плана то есть немножко затерта например от бот подножки далее естественно там от штанов от экипировки есть затертости вот такие вот на баке ну то есть опять же при желании кто там супер эстет все это можно привести вид нового мотоцикла но речь не об этом потом мотоцикла было не то что выпадение а заваливание на бок это можно посмотреть по вот этой вот дуге то есть немножечко подсбита краска но естественно никаких тут намеков на замятие радиаторы и прочего ничего нету демпфер слову сухой до для ктм это к сожалению редкая редкость абсолютно сухая вилка ну то есть никаких проблем нету из того что есть еще моменты смотрите есть вот такие вот моменты на баке с одной стороны да с одной стороны почему потому что руль максимально придвинут к себе то есть ну владельцу именно в таком положении удобно ездить и если вывернуть роль до упора то вот как раз краешек пульта цеплялся а ну и да вот вместе с другой есть такой неприятный моментик в виде отломанного кончика рычага ну который собственно и сделано вот так вот с отломом случае падения чтобы не ломался весь рычаг и мотоцикл оставался на полном боевом ходу далее далее сам не видел но посмотрю что с колодками колодки от них еще процентов 60 остатка как минимум по поводу резины но опять же просто для тех кто собирается вдруг покупать этот мотоцикл резина в таком состоянии что у нас резина что-то за резина резина семнадцатого года то есть я так полагаю ну как плода я знаю что эта резина как раз ровно то которая ставилась на этом мотоцикле завода и ничего более то есть что передняя резина у нас родная что задняя резина у нас у нас вас так пилот power ну понятно michelin кто бы сомневался нигде я не могу обнаружить год этой резины так а задняя резина все скорее менялась до задней резины если я все правильно понимаю то 19 года вот но она и неудивительно на таком мотоцикле с таким мотором лютейшим что задняя резина нет нет да да вот чё еще показать ну естественно у мотоцикла что для меня дикая дикость это вот это вот интересная штукенция виде без ключевого доступа был шокирован тем что все это работает оказывается мне как владельцу японских мотоциклов все это не видали дико и непонятно что касательно работы ну работает как ктм гремит стучит но это является нормальной для этого мотоцикла а к слову опять же об отсутствии строкерской истории у этого мотоцикла у него абсолютно родной выхлоп то есть никто тут не заморачивался с прямотоками и прочей историей что касательно каких-либо работ проводимых с этим мотоциклом ну в плане какого-то там ремонта ремонтом назвать тут что-либо сложно то есть мотоцикл по сути новый 7000 пробега даже для ктм а но это не тот пробег на котором могло что-то где-то отвалиться на мотоцикле выполняли стойк только своевременное обслуживание виде замены фильтров масел да и по сути больше ничего но опять же можно акцентировать внимание на состоянии тормозных дисков опять же мотоцикл необходимо кампана смотреть в комплекс то есть нельзя при осмотре мотоцикла акцентироваться только на какой-то одной части нет мотоцикл это единый механизм как и любой в целом механизме нельзя ну судить по той или иной части об общем состоянии мотоцикла и нужно смотреть все но даже начиная с передней части как я сказал колодок еще достаточно вилка у нас не течет тормозные диски не имеют никакой ступеньки на суппортах даже этикеточки еще остались вот такая вот история что касательно ну цепи звезд вот у нас состояние звезды состояние цепи конечно трогать не хочется но все знают при проверке если оттягивается больше чем на 5 7 миллиметров то цепь мертвы если меньше то соответственно цепь у нас находится в допусках в общем ну из каких-то замечаний по мотоциклу это исключительно небольшие коцки по внешнему виду и больше на самом деле часть устранится банально простейшей мойкой и полировкой то есть каких-то тут критичных моментов по мотоциклу совершенно не наблюдается в общем то кому интересен этот мотоцикл то ссылки будут в описании ну я то есть вы уже на своем канале вы напишите мне а я вас уже свяжу с владельцем владелец как бы не сказать что сильно медийные личности владелец не нравится ему все эти истории с излишними вопросами разговорами и прочим поэтому разговоры только по делу вот поэтому все это через меня и происходит а я просто помогаю вот и все в плане причина по которым продается мотоцикл но такой мотоцикл он как бы создан ездить ездить быстро ездить активно но как показывает практика как бы человек себя не ощущал но возраст дает о себе знать и банальная физика творить чудеса и например резкое торможение на этом мотоцикле вызывает отторжение у организма поэтому продается он по причине того что все мы уже не молоды и этот мотоцикл ну стал уже как правильно выразить в общем нет возможности реализовывать весь его потенциал в силу возраста смысла его просто держать ради того чтобы он постоял никакого нет ну вот собственно на этом наверное стоит закончить такой беглый обзор обзор как я уже сказал исключительно продажного параметра ну продажи в плане чтобы будущий владелец ознакомился с состоянием этого мотоцикла в каком-то более широком виде без личного осмотра ну чтобы он понимал куда он едет на что он едет и зачем он едет вот естественно мотоцикл появится на какой-то из досок продаж но пока его естественно нигде нету видео я это выложу что называется вне очереди поэтому если вдруг вы посмотрели вам интересен такой мотоцикл то как искал ссылки в описании напишите мне я вас уже естественно сведу непосредственно владельцем с которым вы будете обсуждать предмет на вопрос если на рынке такие мотоциклы честно говоря очень сложно судить вообще даже по ценовой политики на эти мотоциклы потому что по факту на рынке их нету продается их несколько но опять же с пробегом в 7000 найти такой мотоцикл даже на аукционе уже сложновато то есть я там посмотрел бегло помониторил они есть но продаются они крайне редко на аукционе даже по статистике а что касательно россии то там выбирая плашку от шестнадцатого грубо говоря до восемнадцатого года это у нас семнадцатого года попадаю ну где-то посрединке в россии продаются таких мотоциклов 8 из тех которые ну по моему мнению достойны к рассмотрению их там два и вот этот вот будет 3 в общем то наверное на этом у меня для вас все с вами была мастерская панк мото гараж я сергей панкратов у меня на этом все всем пока